здравствуйте дорогие мои курящие меня спрашивают периодически курили я на голодании говорят что не могут голодать потому что не могут бросить курить я курю периодически курю иногда не курю в основной массе конечно не курю но когда хочу курить честно ничего страшного от этого нет из люди которые даже на сухом голодании курят кстати о сухом в этот раз у меня не задалось немножко сухое вышла я на 4 день что-то заболела у меня где-то как-то в спине нехорошо я подумал о почке нет ни почки что-то где-то в спине надо смотреть что с позвоночником в общем я знаю что походить итак заскочила я со своими видео сразу и мне многие последние несколько дней спрашивают зачем вообще нужен голод какого хрена нужно голодать когда в жизни итак никаких удовольствий никакого счастья никакой радости тут еще ничего не ешь совсем тоска зеленая честно я очень много об этом разговариваю постоянно и пока всегда говорю пока не проголодаешь первый раз не поймешь в чем во первых в чем удовольствие от голодания собственно а по поводу пользы мы мы люди это можно называть теории заговора можно называть как угодно но мы живем в мире геноцида тотального причем тотального геноцида на который мы сами соглашаемся и это все пищевая наша доблестная пищевая промышленность и медицина потому что медицина это теперь не помощь это теперь тоже промышленность хорошо я против медицины ничего не имею конечно хирургия травматология это очень полезные вещи но та медицина которая тотально на сделает инвалидами вместо того чтобы делать здоровыми людьми вот это вот странно это наводит на грустные мысли потому что человек природно как мы знаем и может вообще не есть это доказано у меня например максимальный мой голод 68 дней совершенно спокойно замечательно хорошо бодро и радостно никто от голода не умер только лучше становится мы все настолько перепуганы этой промышленностью состоянием голода то есть это вся 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 пропаганда работает на то что жили 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 иначе сдохнуть нет ребят еда это это медицина первое первое и пожалуй даже единственное если не считать экстренных случаев это наша натуральная настоящая медицина потому что мы в действительности мы это то что мы едим мы едим мы болеем наука уже доказано не буду врать сейчас какой институт такие ученые помню читала огромное изыскание на эту тему что найдено уже и доказано уже достоверно что человек в состоянии в нынешней эпохи прожить 120 150 лет в нынешней никто скажите мне где где вы видели средний уровень жизни 120 лет нигде так вот все это кстати я еще и кофе пью на голоде естественно без сахара и без молока потому что об этом мы отдельно поговорим почему но пью мы вообще если так вопросу зачем нам голод я считаю что мы наше человечество современной не знаю не жила не 200 не 300 не 500 лет назад жилу сейчас и сейчас мы живем в тотальной безграмотности относительно собственного тела относительно того что относительно понимания как как она работает и вот поэтому я говорю чтобы чтобы понимать зачем нам голод нужно понимать как организм работает как работают процессы во время голода как работают процессы после голода как работают процессы на нормальном питании спрашивают откуда брать силы я работаю я занимаюсь спортом как не голодать я же умру там на беговой дорожке или на работе за столом тыча в кнопочке компьютера я же помру от голода нет если даже подумать к примеру один мы имеем столько жировых накоплений теперь я говорю не дети хотя уже идите у нас ожиревшие и нет нормы уже давно нет в теле в нашем если взять даже даже там 30 лет к примеру назад не было такого количества ожирений как сейчас и превышенной массы тела так вот откуда берутся силы у нас во всех есть эти самые жировые накопления как мы знаем что 11 килограмм сала это 900 с копейками килокал 9000 килокалорий вдумайтесь 9000 килокалорий в одном килограмме нашего стала и посчитайте если у вас примеру лишних 20 килограмм это 180 тысяч килокалорий нужно совершенно спокойно обходиться без еды сколько 90 дней 90 дней это если брать среднюю норму сжигания калорий 2000 калорий где 90 дней мы можем находиться без еды совершенно спокойно наша внутренняя кормежка нас прокормит но дело в том что дело даже не в этом можем накормить или не можем здесь стоит говорить о состоянии здоровья почему почему нужно голодать потому что потому что это единственный способ избавиться нам от нашей инсулино-резистентности потому что я считаю что не читала никогда на эту тему статистики и вряд ли она есть потому что это будет статистика ужасающая лично мое мнение если не 100 то 95 процентов населения имеют инсулино-резистентность что такое инсулино-резистентность я буду рассказывать следующих роликах по поводу что такое инсулин с чем его я что такое инсулино-резистентность какие проблемы она вызывает но понимаете наш организм это хорошо отлаженная в идеале хорошо отлаженная взаимосвязанная работа миллиона факторов органов клеток всего 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 миллиона факторов и чтобы понимать как этот миллион факторов работы естественно нужно специально этому учиться и очень много знаний иметь но существует такая вещь как минимальные понимание минимальные понятия о работе собственного здоровья чего мы вообще не знаем на случай от школе географии где находится марокко не знаю где находится буркина фасо мы знаем столицы этих стран мы знаем как живут звезды голливуда мы знаем много чего мы знаем какая новая коллекция лобутена но мы не знаем как работает организм при поступлении пищи к нам мы не знаем как работает организм на голове мы не знаем как работает организм при том или ином виде питания мы не знаем ничего а это в первую голову нужно знать потому что это наше здоровье наша разум наша бодрость наша все понимание работы и поэтому нам Не нужно изучать все до единого процессы, которые, например, учат студенты медицинских институтов. Нам нужно понимать несколько важных факторов, что является основополагающим в здоровье. Что нужно делать или что нужно не делать, чтобы быть всегда здоровым, молодым и энергичным. И это не так много информации, потому что это реально основополагающие вещи. Как тот, например, самый инсулин, как наша с вами всеобщая инсулинорезистентность, как то микрофлора, которая, кстати, о микрофлоре тоже будет отдельное видео. Но так маленький факт. Буквально пару-тройку лет тому назад несколько научных институтов, всяких модных, проводили длительные исследования и выяснили, и приравняли теперь наш микробиот к отдельному органу. Мы в нашем теле имеем 2 килограмма микроорганизмов, тех самых бактерий, вирусов различных и прочего, прочего, прочего. 2 килограмма наши сожители, наши драгоценные сожители. Так вот, эти институты, которые все это изучали, выяснили, что в принципе даже, даже в принципе, все наше здоровье изначально основывается на здоровье нашего соседа микробиота, наших бактерий, которые живут в нас полчищами. Их исчисляется сотнями тысяч видов и миллиардными количествами. Поэтому, поэтому, по мне, это должна быть школьная программа по изучению основ, основы, как у нас там была, ОБЖУ, основы ОБЖ, как это называлось, я не знаю, это уже, я уже в те моменты в школе не училась, когда ввели этот предмет. Так вот, нужен предмет основы здоровья, основы личного здоровья. И поэтому, что касается голода, поэтому первое, что делает голод. И самое важное, помимо аутофагии, о которой тоже я сделаю отдельное видео, восстанавливает работу поджелудочной железы. Мы не говорим об остальных органах сейчас. Восстанавливает работу поджелудочной железы, которая заведует, собственно, нашим драгоценным инсулином. Возможно, не с первого голодания, но, в принципе, если правильно голодать, избавляет от инсулино-резистентности. И третий важный фактор, голодание восстанавливает, при правильном, опять же, пользовании и технологии, восстанавливает наш микробиот. То самое, что является первым и заглавным пунктом нашего физического здоровья. Да, я думаю, и ментального. Потому что потрясающие вещи я узнала, совершенно потрясающие. Что такое микробиот и какие последствия, отсутствие болезни нашего микробиота или вялой работы. Потом спрашивают очень часто, ну, зачем, понятно, да, чтобы восстановить здоровье. Потом спрашивают часто, как зайти, как зайти, да очень просто, это ничего сложного. Впоследствии, опять же, расскажу, какая теперь технология, гораздо приемлемая. Раньше я голодала и считала, что необходимо, чем дольше, тем лучше для здоровья. Теперь с новыми изысканиями наступило понимание, что не обязательно. Есть случаи, конечно, когда нужно проголодать и месяц, и может быть два. Но, в принципе, если мы хотим постепенно, без фанатизма восстанавливать наше здоровье, есть новая система. И это очень легко. Неделя в месяц каждый сможет, каждый все говорят, о, это очень много сил и воли надо иметь, надо ничего не делать. Нет, 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 ребята, мы не выключаемся из жизни нисколько. Мы прекрасно работаем, мы прекрасно занимаемся спортом, мы прекрасно отдыхаем, веселимся, резвимся. Единственное, что мы делаем, мы выключаем еду из нашего рациона на очень короткое время. Нет, это совершенно не сложно. По новой технологии это очень прекрасно и легко. Ты моментально выключаешься из питания, моментально включаешься, у тебя нет длительных этих процессов входа-выхода. Все замечательно и удивительно. Одну страшилку расскажу. В эталонном, скажем так, организме человека, в норме здорового человека, сколько мы имеем крови, там 3, 4, 5 литров. Так вот, на это количество нашей крови в норме должно содержаться всего 5 грамм. Некоторые говорят до 10, но будем считать 5, потому что больше. Статистика склоняется больше к 5. 5 грамм глюкозы, сахара. Глюкоза пусть будет. Всего лишь 5 грамм, дорогие мои. А страшилка в чем? В том, что мы умудряемся съедать в день с нашей пищевой прекрасной промышленностью, с нашим распущенным пищевым поведением. Мы умудряемся съедать в день от 600. И это огромное европейско-американское исследование. Участвовало какое-то нереальное количество людей в этом. От 600 до 1,5 килограмм. От 600 до 1,5 килограмм. Вы представляете, в каком сахарном сиропе варится все у нас в организме. Добавьте в 3 литра воды 1,5 килограмма сахара. И посмотрите, это же кошмар. И это наша пищевая промышленность. И это мы, которые стали рабами этой пищевой промышленности. Мы перестали задумываться абсолютно. То есть человек говорит, я хочу похудеть. Я хочу к лету, не знаю, к новому году, к новому платью, к новому чему. Ребята, похудеть это не есть цель. В здоровом организме нет жировых отложений. Они им не нужны. Так вот, при этом, 600, даже по минимуму, 600 граммовом наличии сахара в нашей крови. О каком здоровье вообще может идти речь? И это приводит опять к вопросу по поводу инсулина. Почему так происходит? Ну, то, что у нас в 90% продуктах имеется сахар во всем. Теперь уже в магазинах я не говорю о продуктах сырых, свежих. О том, что мы покупаем на рынке и готовим сами. В магазинных продуктах мы получаем эту инсулинорезистентность. И инсулинорезистентность приводит нас к катастрофическим последствиям, включая жир. А в здоровом организме не нужно думать о похудении к лету или к праздникам. Потому что в здоровом организме это побочный эффект, я считаю, правильного питания и голодания. Побочный эффект это стройность тела. Не нужно, потому что жир абсолютно. Эти запасы, они у нас совершенно больные. Не как медведь наедает на зиму и сжигает это все. А мы по жизни носим на себе эти тонны сахара. Так вот, страшилка в чем? И часто нас заставляют сдать, видя симптомы. То есть медицинские институты обучают прекрасно врачей всему. Они знают, что такое инсулин. Они знают, что такое инсулинорезистентность. Они знают, что такое микробиот. Они знают, как это исправить. Что самое интересное. Но выходя из медицинского института, у всех медицинских работников случается выпадение памяти. Почему никто никогда нам этого не говорит, видя первые симптомы. А симптомов, когда буду рассказывать по поводу инсулинорезистентности. Симптомы у нас все. Каждый первый имеет все эти симптомы инсулинорезистентности. Что за амнезия приключается с нашим докторатом? Непонятно. Так вот, страшилка в чем? Страшилка в том, что, видя эти симптомы, нас посылают. Говорят, сдайте кровь, пожалуйста, на сахар. Замечательно, мы стараемся. Мы не едим на ночь, как нам говорят сами же доктора. Не едим на ночь, не едим с утра. Идем сдавать прекрасненько кровь. И что мы видим? Нет сахара. Откуда же ездят, если мы сейчас не ели? Сахара нет, потому что там в инсулинорезистентности я буду рассказывать, в чем суть. Почему эти анализы не дают уровня сахара натурального. А нужно нам сдавать. Даже гликированный гемоглобин нам не поможет. Анализ на гликированный гемоглобин нам тоже не поможет. Сдавать нам нужно. Чтобы понять, есть у нас наличие инсулинорезистентности или нет, нам нужно сдавать анализ на инсулин. Никакие другие анализы нам не покажут этого. Потому что человек уже даже в пред-пред-пред-пред-самой последней преддиабетной стадии может давать на анализах крови абсолютно чистый низкий сахар. А он уже разваливается на глазах и все равно. Я всегда склоняюсь к теории заговора. Мне кажется, это специально. ВОЗ даже сколько-то лет назад, может, десяток, всегда считался уровнем 5,5 мм содержания глюкозы в крови. Подняли этот уровень, норма, 5,5. Подняли этот уровень всемирно, разрешили. Не считать человека больным практически до 7,5 мм уже, по-моему, или 7,5 мм. Это считается теперь нормой. Почему? Потому что весь мир болен инсулиновой резистентностью. Что такое резистентность, это сопротивляемость. То бишь, все, что происходит у нас в организме, сопротивляется всему. Потом я буду рассказывать, что такое, кто чему там сопротивляется, но изначально зачем нам заходить в голову, с чего начинала я, собственно. В голову это единственный способ, единственный способ вернуться к правильному питанию. Заложенному в нас изначально природы. Голодание – это тоже естественное состояние человека, потому что такого разнообразия и количества пищи, тем более сахарной, человек не имел никогда на протяжении всех исторических дальностей, существующих и, возможно, существовавших. Никогда, всегда человек был полуголодным. Редкие, редкие случаи, я не знаю, каких-то там загадочных вельмож, римские оргии и так далее, но не было такого разнообразия продуктов. Пища все равно, невзирая ни на какие оргии, пища была простая и все равно здоровая. Теперь же мы живем в катастрофическом вреде, в катастрофически вредной пище и считаем это счастьем и радостью. Фразы эти, как же, ничего, ничего нет, никакой радости в жизни нет, еще я голодать стану. Это уже мы. Мы уже зазомбированы настолько, что не понимаем и не хотим, не хотим понимать, что самое главное, где есть для нас польза, а где есть для нас вред. Так вот, следующее, следующее видео я буду рассказывать по поводу инсулина и инсулинорезистентности. Смотрите следующее видео. До следующего видео. До свидания. Подписывайтесь, ставьте лайки. Будьте здоровы. Всех люблю. Пока-пока.